Кстати, жители Саиногорска теперь не скоро дождутся ремонта дворов. Об этом нам стало известно при подготовке ответа для наших мобильных репортеров. Напомню, саиногорцы спрашивали, может ли им помочь администрация засыпать ямы возле подъездов. Вот посмотрите, какой у нас асфальт, какие у нас сильные ямы, где невозможно ни пройти, ни проехать. В ролике авторы говорили, что дом стоит на ремонт в плане на 2020 год, а сейчас они просто просили помочь им засыпать ямы. Но оказалось, все гораздо хуже. Будут ли ремонтировать двор в следующем году, неизвестно. Два года назад Саиногорск смог привести в порядок 17 дворов по программе комфортной городской среды. Но в каждом ремонт шел частично. Жильцам не понравилось, и на их защиту встало казначейство. И посчитало, что администрация, если уж берется за двор, должна ремонтировать его полностью. И асфальт, и места отдыха, и так далее. Полный проект стоит минимум 5 миллионов рублей. С 2018 года график пересмотрен, и прошлым летом в Саиногорске хватило только на три двора, в этом только на два. При том, что проблемных дворов в городе насчитывается около 50, из них десяток тех, где вообще ходить невозможно. Так что программа растягивается на годы. Есть и другая проблема. Теперь, чтобы начать работу, земля во дворе должна стоять на кадастровом учете. А такого практически нигде и нет. Не до конца ясно, кто что должен оформлять. Например, проезды, скорее всего, мэрия, места отдыха, вероятно, жильцы или управляющая компания. В любом случае, это тоже время и деньги. Кстати, случаи, когда подрядчик сделал работу на неоформленной земле, а с ним теперь не могут из-за этого нюанса рассчитаться, в Саиногорске уже есть. В интернациональном микрорайоне дом 1. Так что хороших новостей для мобильных репортеров у нас на этот раз не оказалось. Остается напомнить, делитесь своими новостями. Вы можете нам рассказать о чем-то интересном. Специально для этого у нас есть телефон с автоответчиком. Его номер в Абакане 32612. Он работает круглосуточно. Просто прослушайте сообщения, дождитесь сигнала и говорите. Желательно продиктовать свой обратный телефон. Снимайте мобильные репортажи и отправляйте в нашу редакцию. Можно в любой из социальных сетей. На сайт вестидефисхакасия.рф Снимайте, отправляйте и мы будем работать над вашими темами.